здравствуйте уважаемые зрители подписчики канала про цветок в этом видео с вами я пашкевич анна и сегодня мы поговорим о посеве редиса редис можно получать как из семян сортового происхождения так и из гибридных семян все будет зависеть от ваших предпочтений и от тех посевных пакетов которые вы найдете в своих магазинах в зависимости от того сколько вы собираетесь получать редис необходимо подбирать соответствующего срока высева и семена например можно подобрать для себя более раннего срока созревания редис как моем случае это 18 дней и более позднего срока созревания например французский завтрак и таким образом обеспечить себя непрерывным поступлением этого сочного корнеплода весенний период редис относится к холодоустойчивым культурам которые хорошо растут и развиваются при температуре 18-20 градусов поэтому как правило редис мы высеваем весенний осенний период если же вы испытываете особую любовь к редису и собираетесь его выращивать также в летний период то подбирайте соответствующие сорта или гибриды которые относятся к категории всесезонных поскольку обычно посевной материал высеянный уже от середины мая и до начала августа как правило будет стрелковаться и зацветать еще одна причина помимо температуры по которой редис стрелкуется это загущение посевов поэтому обязательно выдерживаем оптимальную схему высева культуры следуем инструкциям которые написаны на обратной стороне пакета а если таковые отсутствуют то высеваем редис по стандартной схеме 35 сантиметров между растениями в ряду и 5-10 сантиметров между рядами поскольку редис относится к культурам короткого цикла то имеет смысл его удобрять не минеральными удобрениями а прибегать к органическим удобрениям например биогумусу который мы будем помещать посевные лунки если на вашем участке почва кислая то в таком случае редис будет испытывать некий дискомфорт поэтому для предупреждения плохого развития корнеплодов необходимо почву раскислять например добавляя известь пушенку доломитовую муку или мел который можно купить также в магазинах для животных еще одна проблема которая постерегает нас при выращивании редиса это крестоцветная обложка насекомое которое очень любит молодые всходы поэтому чтобы она не развивалась на наших посевах необходимо их укрывать но делать это также следует грамотно поскольку тонкий спонбонд или пленка зачастую за счет конденсата прилипают к семядольным листьям если мы будем открывать эти поверхностные укрывные материалы то можем незначай и вытянуть наши молодые всходы поэтому лучше использовать укрывной материал располагая его на дугах редис это влаголюбивая культура но вместе с этим излишнее увлажнение приводит к растрескиванию поэтому обильно поливаем посевную лунку поддерживаем оптимальную температуру на гряде или в теплице и по необходимости поливаем наши посевы и не забывайте что редис это хорошая уплотняющая культура поэтому его лучше высевать в грядках с вашими постоянными культурами например между посадками лука между рассадой капусты между высевами моркови на этом с вами прощаюсь оставайтесь на канале про цветок радуйте нас лайками и подписками до новых встреч